Привет всем! Сегодня хочу вам рассказать об инструментах, мелочах всяких, которые я держу у себя на туалетном столике и которые мною используются достаточно часто. Покажу. Это мелочи, которые со мной уже годы, годы и годы. Во-первых, ножницы. Советую небольшие или среднего размера ножницы. У меня хирургические, которые, кажется, еще с медицинской академии у меня остались. Не помню, откуда я их, где я их приобрела. По-моему, из своего хирургического наборчика. Но они очень-очень острые. Хорошие, стальные острые ножницы. Нужно иметь в своем наборе инструментов. Далее, из того же, из той же оперы у меня небольшая такая дантистская, хирургическая, не знаю, лопаточка. Этой лопаточкой я набираю кремовые продукты. Ее легко чистить. Она, конечно же, стерилизуется очень просто. Кремовые продукты можно набрать, можно что-то смешать, можно достать из бутылочки что-нибудь, в которой остатки продуктов залегают. И очень-очень удобная вот эта вот очень санитарная, никакой антисанитарии, хорошая штука. Советую что-то в этом роде иметь на своем туалетном столе. Дальше, вот такой вот прибор для завивки ресниц, которым я пользуюсь. Щипцами этими я пользуюсь очень-очень редко, надо сказать. Но имею пару таких щипцов на всякий пожарный, когда мне нужно завить или ресницы, или если в тех очень-очень редких случаях, когда я ношу накладные ресницы, их нужно вместе с моими собственными смешать. Такими щипцами это делается очень-очень просто. Я знаю, что многим нравятся щипцы от Шанель. Эти щипцы у меня от Шумура. Они меня полностью устраивают. Не думаю, что есть большая очень разница между щипцами. Но с другой стороны, уже лишь шесть у меня эти щипцы, поэтому я с другими не знакома. Дальше, вот эта штука от Лишней Шеи, я думаю, нужна каждой девушке на ее туалетном столике. Это подстригающая штука. Это вот такая на батарейках маленький такой триммер, очень-очень мелкий, от Риммингтон. Мой, во всяком случае, от Риммингтон. Они продаются от разных компаний, опять-таки не имеет значения какая. Вот этой уже тоже, наверное, лет пять. И здесь подлиннее сторона и покороче маленькая сторона. Вот, вы слышите, как работает и включается. Этот триммер я использую для бровей, чтобы придавать им немного форму между визитами к бровисту. Если у вас есть проблемы с волосами на лице, допустим, проблемы с ростом волос на щеках, проблемы с усиками и так далее, у меня таких проблем нету, но их тоже очень многие девушки решают с помощью такого вот триммера между посещениями салонов. Советую вам иметь в виду, я лично люблю подстригать, просто чуточку подстригать брови. Они у меня довольно пушистые, но не очень густые, поэтому их нужно держать в кулаке. Дальше, еще несколько очень-очень полезных вещей. Во-первых, я советую вам присмотреться вот к таким вот Color Switch'ам. Я знаю, что у нас они продаются в Sephora, мой Color Switch'е от Sephora, но их можно за бесценно купить на Амазоне, на интернете. Это такая фигня, у меня она в мини-формате для путешествий, но мне кажется, такого формата вполне достаточно. Так вот выглядит моя, как вы видите, мини-color switch'е от Sephora, от Vero Mono. Это компания, которая начала делать такие Color Switch'и, и теперь они для Sephora их производят. Вот это вот можно закрыть, куда-то поехать с этой баночки, потом можно открыть. Я держу открытые у себя на столике, на туалетном. И вот здесь вот я возьму кисточку, которую сегодня использовала. Вы просто этой кисточкой проходитесь по Color Switch'у, и сбивается продукт. Получается чистая кисть, более или менее. Но, конечно, сработает не с кремами, а только с сухими продуктами. Но классная штука, особенно когда у вас одна только кисточка, и вам ее нужно использовать и для нанесения, и для растушевки. Вы можете свободно снять часть, или весь практически продукт с кисти, просто поелозе в этом маленьком Color Switch'е. Дальше, конечно же, точилка. У меня нету какой-то особенной, люксовой, супер... Уф, грязноватая точилка, только что точилка-канандаш мне. Какой-нибудь супер такой особенной точилки. Я, честно говоря, уже несколько лет пользуюсь точилками от SNS. Они прекрасно точат все мои канандаши, ничего никогда не ломается. До этого у меня была точилка от Estée Lauder, была у меня точилка от Urban Decay. И я не вижу какой-то особенной разницы, мне кажется, они примерно все одинаково работают. Но, во всяком случае, Essence меня устраивает, и тоже моя третья и четвертая точилка от Essence. Сейчас поблизости Essence нету, поэтому, наверное, придется искать какую-нибудь другую. Но у кого Essence продается поблизости, я советую посмотреть. Очень-очень легко найти обычно. Теперь последнее, о чем я скажу, это палетка. Палетку можно сделать из чего угодно. У меня эта палетка шла в наборе с кистями от Crown. Вот так вот выглядит эта компания, Crown, как корона. И я получила эту палетку в наборе вместе с кистями. Кисти, по-моему, большинство этих кистей уже давно покинули мою коллекцию. А вот палетка все еще в ней находится. Эту палетку я сегодня использовала, ее нужно чистить каждый раз после использования. Но если вам нравится смешивать тон или как-то замешивать свою собственную основу, или с праймером и иллюминатор смешивать, в общем, что угодно. Мне нравится иметь вот такую вот мелочь в своей коллекции. Конечно же, можно использовать все, что угодно в качестве палетки. Не обязательно покупать отдельную специализированную палетку, так сделала я. Но я бы ее не покупала, если бы она не шла бесплатно. Ну а так можно любую мисочку, любую тарелочку, вообще все, что угодно такого вот формата использовать для того, чтобы смешивать цвета, смешивать основу, смешивать парамеры и так далее, и так далее, и так далее. Это все инструменты, которые находятся в моем туалетном столике. Надеюсь, вам было весело посмотреть. Может быть, вы что-то для себя вынесли полезное, в смысле того, что можно добавить на ваш туалетный столик, чтобы облегчить вашу макияжную жизнь. Это все на сегодня. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok